Доброе утро! Розные соперницы и высококлассные спортсменки в воде. Именно так можно охарактеризовать этих милых дам. Если вы думаете, что это легкая игра, то на досуге постарайтесь хотя бы частично ощутить те нагрузки, которые испытывают спортсменки. Находиться более получаса в воде, при этом постоянно плавая на максимальной скорости и борясь за владение мячом. У некоторых девушек следы такой борьбы не проходят довольно долго. У меня еще купальник порван, это уже второй. Купальник второй за игру? Да, вот, внизу, да. Вот, но все, что делается под водой, это разрешено делать. Допустим, если судья не увидел, то, ну... Можно друг на друге купальники рвать, цепляться. Конечно. А вы сами таким промышляете? Да. Не стыдно? Нет. Все ради победы или в рамках дозволенного? Все ради победы. И это не пустые слова. Ватерпольный клуб «Югра» – многократный призер российских и европейских чемпионатов. Спортсменки нашего округа входят в составы различных сборных команд страны. Есть и участницы Олимпийских игр. И по словам главного тренера клуба Татьяны Петровой, многие юные спортсменки чрезвычайно талантливы. И чтобы полностью раскрыть их способности, нужно лишь время. У нас в этом году очень много девчонок молодых, наших воспитанниц. И, конечно, если сейчас не дать этой игровой практики, будет сложной. Конечно, им нужно игровое время. Им нужен вкус водного пола, большого водного пола, который они еще, в общем-то, так не трогали, не нюхали. И поэтому очень много пытаемся дать молодым поиграть. Если счет позволяет, грубо говоря, взять свои очки, нет, не стоит задачи выиграть 5, 10, 20 мячей, а дать возможность все-таки молодым девчонкам получить опыт. В этом году ватерпольному клубу «Югра» исполнилось 10 лет. За это время команда, собранная из спортсменок, играющих за различные клубы, превратилась в целую школу, готовящую профессиональных патерполисток с молодых ногтей. И это, по мнению многих экспертов, большое достижение. Безусловно, команда растет, у них своя детская школа появилась, что ценно. Если сначала была создана команда, собранная из других клубов, то сейчас работает своя детская школа и продуктивно работает, уже призы на первенство России завоевывают. То есть команда, безусловно, растущая. На сегодняшний день, если про сегодняшний сезон говорить, молодая команда, интересная, и у нее есть перспектива в одной ночи. Пока в рамках чемпионата России из трех проведенных встреч две остались за «Югрой». Команда уступила лишь своим давним соперникам – клуб из города Кириши Ленинградской области. Это, к слову, признанный центр развития водного пола в России. Однако, как говорится, еще не вечер. Ведь не так давно никто и подумать не мог, что Ханты-Мансийск станет шахматной столицей России. И кажется, что ничто не мешает югорскому клубу стать номер один в ватерпольном спорте нашей страны.